Всем привет! Меня зовут Анна. Приветствую вас на моем канале, где я рассказываю о парфюмерии. Сегодня поговорим о роскошном аромате Танец Стрекоз от бренда Нобеля 1942. В сентябре 1922 года венгерский и австрийский композитор Франц Легар написал оперету Танец Стрекоз. Через 90 лет, в 2012 году, парфюмеры бренда Нобеля 1942 создали аромат, посвященный этой оперете. Итак, Танец Стрекоз это гурманский фруктовый сладкий аромат для женщин, который создан в 2012 году. В этом году аромат празднует свой юбилей, десятилетие. К этой дате выпущена лимитированная коллекция в праздничных упаковках с цифрой 10 к юбилею данного аромата. На официальном сайте Нобеля 1942 о данном аромате написано, что всем женщинам требуется нежность, беззаботность, объятие и немного легкомысленности. И все это легло в основу мелодии, задуманной Францем Легаром, создавшей оперету Танец Стрекоз, имевшую огромный успех. Одноименный аромат Танец Стрекоз несет в себе легкость, необходимую для успокоения даже самых встревоженных сердец. Танец Стрекоз. Этот гурманский аромат окутает вас сладким облаком и согреет ваше сердце. Итак, Танец Стрекоз это гурманский фруктовый сладкий аромат, который лично для меня пахнет ванилью, яблоками и немного корицей. В описании нот к данному аромату написано, что там также присутствуют кедр, кокос, бергамот и мускус. Лично я этих нот не слышу. Я давно слышала о данном аромате, но познакомилась с ним в прошлом году, в прошлом летом. Многие считают, что данный аромат идеально подходит для зимнего и осеннего периода. Лично я считаю, что данный аромат универсальный и подойдет в любое время года. Главное соблюдать дозировку, поскольку парфюм он сродни лекарств, где очень важна дозировка. Где правильная дозировка лечит, а неправильная калечит. Я думаю, что каждому из нас знакомы случаи, когда, например, в общественном транспорте кто-то очень сильно надушился и может стать физически плохо, заболеть голова или даже начнет подташнивать. Поэтому еще раз акцентирую, что именно с данным ароматом очень важна дозировка. Поскольку в нем есть ваниль. Но лично на мое мнение, ваниль здесь легкая, невесомая. В отличие от других ароматов. Например, в Монтале Ванила Кейк ваниль очень тяжелая, липкая. Свое знакомство с данным ароматом я начала с миниатюры 13 мл. Я вам также рекомендую начинать знакомство либо же с миниатюры, либо с отливанта, либо же с пробника. Поскольку это нишевый аромат, он не бюджетный. И покупать 75 мл это не целесообразно. Поскольку это может оказаться не ваш аромат. Впервые попробовав данный аромат, для меня он показался простоватым. Поскольку я в нем чувствую ваниль, яблоко, немного корицы. Но разносив его, я поняла, что мне необходим флакон в 75 мл. Для меня это волшебный аромат. Это солнце и лето во флаконе. Каждый раз, когда я наношу этот аромат, вдыхаю его, меня как будто окутывает легким облаком. Я вспоминаю детство, лето, беззаботность. Конечно, перед тем, как покупать полноразмерный флакон, нужно с ним обязательно познакомиться. Нужно посмотреть, как он себя ведет на коже, как он раскрывается, чем он пахнет. Поскольку наряду с очень восторженными отзывами, есть также негативные. Где пишут, что пахнет сырым кислым тестом. Либо же просто кондитерским цехом. И многим это не нравится. Лично для меня это отличный аромат. Он для меня один из моих любимчиков. Волшебный аромат, который согреет вас в любую погоду. Подарит вам хорошее настроение. Окутывает вас теплым, невесомым облаком. А какие ассоциации возникают у вас, когда вы выдыхаете данный аромат? Если вы до сих пор не знакомы с данным ароматом, то я советую вам с ним ознакомиться. Я надеюсь, что мое видео было для вас интересным и полезным. А на этом у меня все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok